МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Циничное вторжение в соседнее государство". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Насильственный захват власти". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Подлая оккупация и колонизация чужой территории". -"И тотальные репрессии украинцев и коренного народа Крыма". -"Мы быстро к этому пришли, традиционным методом репрессии". -"Это русский мир, принесенный крымской весной 2014-го". Десять лет с начала установления путинской диктатуры и упадка. -"Они обрубили все средства массовой информации, украинские". Десять лет угнетения прав и свобод. -"Это, в принципе, такая территория бесправия". Десять лет лжи, порабощения и человеческих трагедий. -"Я хочу, чтобы Путин сидел в тюрьме". Об этом вам не расскажут ни представители власти, ни российская пропаганда. Что и как на самом деле происходило и происходит на оккупированном полуострове, смотрите в специальном репортаже -"Крым. Десять лет рабства". Крым. Отправная точка антиукраинской агрессии Путина. 20 февраля 2014 года Россия вторгается на полуостров соседнего государства. Ее кадровые военнослужащие в форме без опознавательных знаков блокируют органы власти, силовые ведомства и воинские части. И готовят почву для аннексии, а затем и оккупации. Пока в Киеве еще пылает Майдан, вся Украина скорбит об убитых режимом Виктора Януковича участниках революции достоинства. Кремль лжет о незаконном захвате власти столицы Украины. И реализует свои преступные планы на Крым, который всегда называл исконно русской территорией. Это был первый этап захватнической войны, которую Путин продолжит в феврале 2022 года. 26 февраля оплакивали героев Небесной Сотни. После того, как бывший президент Янукович бежал из Украины, все эти расстрелы, все эти гробы несли по Майдану. Это бесконечная плыва Кача. Это был очень сложный период, в принципе, для всей страны. И, собственно, Российская Федерация воспользовалась, когда у нас не было фактически власти, у нас не было армии. Мы видели, как русские войска готовятся к захвату Крыма. У нас просто прививка со стороны Москвы была очень для нас катастрофической по своим последствиям. 1944 год, тотальное выселение крымских татар со своей земли и почти что полвека, 45 лет изгнания. А перед этим первое завоевание Крыма, вытеснение крымских татар. Начались митинги, обработка депутатов Верховной Рады Автономии. И мы получили информацию, что 26 февраля они соберут депутатов с тем, чтобы принять обращение к Путину с просьбой принять, так сказать, свое лоно в Крым. Они по всему Крыму там свозили своих людей, ну, не только по Крыму, еще и из Кубани, там, казаков разных. Около 3-4 тысячи человек возле здания парламента. Около 10-12 тысяч крымских татар собралось. Украинцев, пишет наш, ребят, со своими плагами, они тоже вышли, спасибо им. И вот там, вот это вот столкновение, нам удалось оттеснить их. КРИКИ Желаемая Москвой картинка, что как бы местные депутаты или часть из этих депутатов голосуют за отделение Крыма и обращаются с просьбой к Путину защитить якобы Крым. Эта попытка такая была сорвана, и мы расходились по домам, будучи уверенными в том, что теперь и органы Конституционные Украины, и правоохранительные органы отходят от шока и берут власть в свои руки, потому что в Киеве уже новая власть. Но оказалось, что наша радость была преждевременной. Под утро, 27 февраля, здание Верховной Рады Крыма и здание Совета Министров Крыма захватили так называемые неизвестные зеленые человечки, но нам уже в тот момент всем было очевидно, что это был русский спецназ. В общей сложности 110 террористов. 50 заняли Совмин и 60 было в Верховную Раду. Уже начали ходить эти зеленые человечки по улицам, и уже начали громить, там, вывески на украинском языке все выбирать, флаг вывесили российский. Долго мы потом размышляли, правильно ли мы сделали, что покинули Верховную Раду. Хотя, конечно, если у них там было запланировано, вряд ли мы могли бы удержать. Было достигнуто соглашение между нынешним гауляйтером Аксеновым и Репатом Чуваровым, что вопрос о принадлежности Крыма в Верховной Раде не будет подниматься. Крым – это Украина, и на этом произошлись. Но был еще один такой фактор. Из СБУ Крыма позвонили Репату Чуварову и сказали, что там намечается провокация. что в толпе есть двое людей с автоматами, которые откроют огонь, чтобы вызвать там кровопролитие, чтобы спровоцировать и дать повод Черноморскому флоту вмешаться, дескать, для защиты русских. И вот руководство с этими соображениями решили разойтись, поскольку, дескать, достигнуто соглашение. Мой батальон должен был выйти на ангарский полигон. Задача была защищать парк боевых машин. И мне для этого дали еще и танковую роту. Защищать парк довольно сложно. Надо было выходить за его пределы. Я командиру бригады в то время предлагал. Давайте я выставлю несколько блокпостов на трассе Симферополь-Ялта. Это позволит по меньшей мере известить и выполнять задачи боевой охраны. Но командир запретил, кричал, что это не разрешено, что мы не имеем права такого делать. Потом я уже понял, почему он так себя вел. Потому что он ждал этих ребят. Командир бригады склонял нас к измене и говорил, что там мощь, порядок. Я понял, что командир бригады уже продался. Я пришел в кабинет и по очереди начал общаться с подчиненными. Сначала это были заместители. Потом я вызвал командиров рот. Далее – командиров взводов. Я понял, что все, не за исключением заместителя командира по вооружению, на стороне добра. Оружие мы не сдавали. Более того, я дал команду закладывать казарму мешками с землей и выставлять пулеметы из окна. В случае необходимости держать круговую оборону. Мы уже тогда начали заготавливать сухпайки, продукты, воду. К чему-то готовились, еще не зная к чему. И даже рыли траншеи вокруг казармы. Дальше мы чего-то ждали. Сначала была команда эвакуировать семьи. Затем на вывод техники бригады эшелонами по железной дороге. По возможности вывозить людей из Крыма. Блокпосты тогда только начали организовывать на выезде из Крыма. Я забрал боевое знамя части и печать. Нашли автобусы, нашли людей, которые эти автобусы заправят. Потому что на тот момент люди, которые занимались вывозом наших военных из Крыма, потом попадали под прессинг этих казачков. Благодаря крымским татарам, которые нам помогали, мы выехали. 36-я бригада. Враги ее уважают и боятся. В начале марта 2014 года первым делом они обрубили все средства массовой информации украинские. И на их место запустили русские каналы, чтобы люди не могли даже попытаться разобраться, что происходит. По всем объективным исследованиям, в том действии, которое они назвали референдумом, приняло участие менее 50% жителей Крыма. Соответственно, количество проголосовавших за присоединение к России, оно объективно было менее чем 30%, если брать от всего населения Крыма. Российские исследователи в 2014 году также подбергли сомнению те цифры, которые демонстрировались Москвой. Надо говорить о том, что количество тех людей, которые, в общем-то, надеялись, что нет ничего плохого в том, что одна власть сменила другую. На них действовали аргументы, что Россия является экономически более сильным государством, что она сейчас будет инвестировать большие вложения. И если часть прямых сторонников России все равно была не больше, чем одна треть, то значительная часть местного населения и дифферентно относилась к тому, что происходит, в надежде на то, что их личная жизнь улучшится. И в итоге вот у этих людей как раз, у этого болота, болевое такое, да, протрезвление, потому что они думали о будущем своих детей, о своем благосостоянии. В результате Крым есть серой зоной, здесь никаких не инвестиций, нет никаких возможностей. Они все равно понимали значение, роль коренного народа. Они очень хотели, чтобы крымские тоталии были их союзниками. Вот мой разговор с Путиным, это вот, 12 марта, он все к этому склонял. Они рассчитывали, кого подкопом, кому там предложением каких-то высоких должностей, привлечь на свою сторону межесть. Другое крыло, которое придерживалось мнения, что с этими крымскими татарами договориться невозможно, и надо сразу переходить к традиционным методам, к репрессиям. Быстро к этому пришли. У меня не было намерения покинуть Крам. Я все время ездил между Киевом и Крымом, потому что на сессии Верховной Рады надо было. 19 апреля я приезжаю. И вот на границе, на кордоне, мне запрещается въезд на территорию Российской Федерации. Я говорю, а чего вы мне запрещаете въезд в Россию? Я в вашу Россию после освобождения из Магадана вообще-то не приезжал, если бы не приглашение вашего Путина. Я один раз туда поездил. Говорят, Крым тоже Россия. Я тогда, помню, сказал, ну вы очень большие оптимисты, если думаете, что в течение пяти лет здесь будете. Я так думал тогда. Ну, вот сегодня уже 10-е годы, к сожалению, отмечаем. Был судебный процесс. Мы отстаивали незаконность от этого запрета. Но потом Верховный суд России еще подтвердил, что я представляю угрозу территориальной целостности Российской Федерации. В 2016 году они приняли решение о запрете между лесами. У меня есть запрет на въезд в Крым с апреля 2014 года, после того, когда я основала КрымСОС. КрымСОС сейчас является также экстремистской организацией в Российской Федерации. Нарушений прав человека очень много было и есть на протяжении всех десяти лет. Необходимо вспомнить про имя Решата Аметова. Это первая фактически смерть гражданского лица, активиста из Крыма, который в начале марта, по-моему, 2 марта вышел на одиночный пикет перед зданием Совета Министров Крыма. Был схвачен вооруженными людьми, так называемой крымской самообороной. Это фактически подконтрольные акторы. Одно из самых громких, политически мотивированных дел на территории полуострова это так называемое дело 26 февраля. Соответственно, фигурантом этого дела был Лахтем Чикос и Рифат Чубаров, в первую очередь как глава Меджилиса. Это и Олег Сенцов, который был на тот момент в Крыму и принимал участие в протесте. Это и Гена Афанасьев, он как большой патриот Украины и человек, который боролся за право своей маленькой дочери жить, в том числе на своей малой родине в Крыму. Одним из первых пошел сразу же на фронт в феврале 22-го года. Привет, сыночка. Привет. Я очень долго не могла придумать слова, которые отразили бы боль, память о гене. И очень многие в фейсбуке, например, мне написали, что вот это стихотворение – это то, с чего началась гена борьба в Крыму. Где сейчас вы, коты моего народу? Где велич ваша? Сила ваша где? На ясной зоре и на темней воде Вже черная ваша злоба не впадет. Это было первое медийное обращение крымчан, молодых крымчан, в поддержку украинского Крыма и обращение призыва к борьбе. Здесь ему было 23 года. Всех, кто в этой акции участвовал, всех сразу ФСБ взяло на карандаш. Естественно, она стала потом отслеживать на митингах, на акциях протеста. Они приехали на несколько дней на Майдан. Они увидели все своими глазами. И вот, по сути, они вернулись другими людьми. У них уже не было сомнений, что правильно, что неправильно. И вот Гена на слова в одном интервью были такие. Он сказал, что и тогда мы поняли, что для нас такое наш герб, наш гиль и наша Украина. Это мой хороший друг, и мы все боролись за освобождение Гена, его вместе с Сенцовым Кольченко и Чернеем. Это было тоже известно дело про так называемую террористическую группу в Крыму, которые также были задержаны. У него был оселедать, стрижка оселедать. И они, ну для них это уже само такой, сам такой хуже расширанки. Да, да. Они, когда его задержали, они за этот чуб его таскали и вырывали ему эти волосы. Это вот целая папка писем, которую я сохранила. Он очень много писем сохранил в тюрьме. И вот, когда показывают освобождение Гены, он идет с баулами, с такими большими сумками, то там вещи, там письма, его записи, дневники, по свитчинам, что они там над ним делали. То есть он все фиксировал. С помощью меня и других участников по делу крымских террористов власти РФ пытались найти оправдание своего вторжения и захвата украинских территорий, но выставили себя на посмешище, дав увидеть всему миру правовой беспорядок, который царит в их государстве. Как рассказывали журналисты, что он зашел в зал сюда и все ожидали, что он сейчас начнет ребят поливать грязью, говорить неправдивые сведения про них. И одна рука у него была пристегнута к приставу, а вторая рука сзади, было видно, что он очень волнуется, она у него просто ходила ходуном. И он сказал о том, что я отказываюсь от своих показаний, все мои прежние показания были даны под пытками и под принуждением. И зал, конечно, не ожидал. Сенцов захлопал и закричал «Свободу Геннадию Афанасьеву и слава Украине!» Для него как личности это действительно был подвиг, потому что это очень страшно, он прекрасно понимал, что за этим последует, что он выйдет из здания суда, и его будут опять пытать бить и издеваться, и что он поедет дальше по этапу в тяжелейших условиях. В обмен на то, что он прекратит голодовку, ему разрешили записать видео. Я являюсь гражданином Украины. И любые попытки навязать мне российское гражданство – это против моей воли. Родился я в Самарканде, в Узбекистане. Туда были депортированы. Семья моей мамы была в Тулу сначала. Потом часть, женская часть, она приехала в Узбекистан. Я благодарен этому государству за то, что я там вырос, учился. Но, тем не менее, ощущение, что ты не дома, а в гостях, оно присутствовало. У нас с детства во всех семьях, куда бы ты ни пришел, первое – это то, что рассказывали нам наши бабушки, дедушки, родители, о Крыме. Какой он. И был образ уже сформированный. Въезжая в Крым, степная часть, ты меньше о нем знал, потому что больше – это южный берег, горы, море, там все. Ну, конечно, когда ты попадаешь на южный берег, этот пазл складывается. Чувство передать сложное, потому что ты понимаешь, что ты у себя дома. Родственники, соседи, крымские татары. И это давало такую силу для развития и продолжения жить и развиваться. В России она всегда приходит, оккупирует. И оккупирует не только территорию. Она оккупирует сознание, она его стирает. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что наша история, наша культура, она переписана, она интерпретирована, и она не отвечает тому, как это было. А при этом ты просто исчезаешь и физически, и ментально перестаешь быть представителем этого народа – украинцам, крымским татаринам. Это одна из таких целей России. Репрессии продолжаются, мы видим постоянные обыски. Жить в таком состоянии и понимать, что через год, два, три, десять лет ты просто исчезнешь. С этим смириться сложно, и поэтому я принял решение выехать. Этот предмет очень символичен. Это куман, XIX век, додепортационный. Его нашли в Зольнике на территории села, которого уже нет. Он использовался в ритуале омовения. Крымские татары-мусульмане пять раз принимают омовение, и вот как раз в этом предмете вся история, вся культура, традиции, ритуалы сохранены. Мне принесли его друзья, он был расколот полностью, и я его склеивал, собирал из кусочков. Как вам удалось его вывезти? Тогда уже были эти блокпосты, друзья, я обратился к ним, и как раз там был небольшой период, когда выезжали компании, вывозили имущество, и они под видом там своего имущества помогли мне привезти 5-6 коробок больших. На протяжении 20 лет, как только вернулись мы из мест депортации в Крым, начал собирать разные предметы. В основном это керамика, то, чем я занимаюсь, и костюмы. И уже на основе вот этих артефактов мы сделали в 2014 году первую протестную такую выставку, которые показали то, что происходит в Крыму, в нашей стране, и то, о чем мы переживаем. Я не сомневаюсь, что мы вернемся. Наш народ 70 лет в депортации, и наши бабушки и дедушки, они верили, что они вернутся. Моя бабушка вернулась. У меня там много мест силы. Мой дом в Крыму, дом моих родителей, это Сиферопольский район, Перешеек, это та дорога моя любимая в Крым, которой я ездила постоянно с момента моего переезда в Киев. Когда мы въедем в Крым, в каких условиях все это будет происходить, будет ли это же, знаете, жест так называемой доброй воли, либо это будет уход оккупационных войск с тотальным уничтожением инфраструктуры, мы не знаем. Больше всего Гена тоже скучала по морю. Этот запах, этот шум воды, это не передаваемо. Это должно произойти. Если мы хотим оставаться государством Украина, а не федеральным округом, то Крым должен быть возвращен. Не вернуть Крым в состав Украины фактически не позволит вернуть и Запорожскую, и Донецкую области. Мы уже научились топить их пароходы и суда военные. Поэтому они уже поняли, что Украина, не имея своего флота, способна дать по голове достаточно мощно. Даты по голове. Поэтому они нас опасаются, нас остерегаются. Ответственность Путина и всех россиян, каждого маленького и старого будет обязательно. И, может быть, она уже и есть. Я хочу, чтобы Путин сидел в тюрьме. Вот в такой тюрьме, в которой сидел Гена. Его не будут пытать. И у него будут лучшие условия, чем были у всех наших политзаключенных и есть сейчас. Но пусть он прочувствует на своей шкуре, как вот все проходить. Трибунал должен обязательно быть, потому что основополагающим принципом и уголовного и международного права это неотвратимость наказания за преступление. Захват Крыма есть начало распада сегодняшней России. Я не знаю, в какие сроки. Возможно, я этого не увижу. Но Россия доказала всему миру, что она не в состоянии развиваться, как такое большое государство, в котором десятки порабощенных народов и территории, которые она целенаправленно уничтожает. Россия в таких границах не в состоянии существовать. И поэтому она будет развалена. И оселком, который положил начало этого процесса распада России, есть Крым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова